Два человека отравились угарным газом в Успенском районе. Анна Мельченко узнавала подробности. Армавирские дети продолжают покорять международный музыкальный конкурс. С чего начинали вокалисты, расскажет Юлия Чернышова. Горожане подавали свои предложения в администрацию. Армавирцы были очень активны. В управление ЖКХ поступили десятки заявок. Вот лишь некоторые из них. Жители нашего города очень любят территорию нашего водохранилища, как мы называем на родину. Тем не менее, сейчас это официально будет называться парк «Городская роща». Я принесла заявку на благоустройство Комсомольского сквера. Значит, население, и в том числе я, близко, рядышком проживаю, мы очень просим, чтобы нашу заявку выполнили. На основании поступивших заявок управление ЖКХ сформировало перечень из четырех общественных территорий. Парк «Городская роща», зеленая зона, ограниченная улицами Тургенева, Урицкого, Луначарского и Софьи-Перовской. Зеленая зона по улице Кавказской между улицами Буденного и Советской, Хуторе-Красная поляна. Зеленая зона по улице Новороссийской, улице Азовской, микрорайон Черемушки. 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов армавирцы смогут прийти на специально оборудованные участки и отдать свой голос за те общественные места, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. С их перечнем можно ознакомиться на сайте администрации города. Напомню, Армавир – один из немногих муниципалитетов Кубани, решивших участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Благодаря этому он получил десятикратное увеличение финансирования проекта в этом году. В 2017-м в нашем городе в рамках этого проекта благоустроили 79 дворов многоквартирных домов, несколько скверов и городской парк отдыха. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавир сэкономит на электроэнергии десятки миллионов рублей. Это станет возможным в рамках проекта модернизации системы наружного и внутреннего освещения на территории города. Соглашение об этом с инвестором подписал Андрей Харченко на форуме в Сочи, который завершился в минувшую пятницу. Так, с 2018 по 2025 годы компания «Энергоника» планирует выполнить все работы. Отжившие свой век уличные светильники будут заменены на светодиодные. В планах установить автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии с управлением освещением. Реализация этого проекта позволит сэкономить местному бюджету более 277 миллионов рублей. Это около 32 миллионов киловатт в час. В селе Конаково Успенского района два человека отравились угарным газом. Установлено, что дом отапливался при помощи дровяной печи. Приехавший к хозяину родственник, войдя в помещение, обнаружил задымление, запах гаря и тела двух погибших мужчин. В ходе осмотра места происшествия следствием на трупах каких-либо повреждений не обнаружено. Для Конаково Успенского района 18 февраля утром обнаружена утолотропа мужского пола, 81-60 года рождения. По предварительным данным, тут уже угарным газом. В настоящее время разрешена следовательная экспертиза, про данные, в которой будет установлена точная причина смерти. И снова смертной дороги. От полученных травм скончался водитель иномарки, пренебрегший правилами дорожного движения. Он стал виновником тройного ДТП на улице Ефремова. Произошла трагедия около 8 часов вечера, 16 февраля. Автомобиль «Мерседес» врезался в попутный БМВ. Последний по инерции вынесло на полосу встречного движения, где столкновения с отечественной «Ладой» было не избежать. В госавтоинспекции в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям транспортных средств соблюдать правила проезда зон пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. С начала февраля в Армавире произошло 113 ДТП. В них один человек погиб. Семь участников дорожного движения пострадали. Среди них дети. Дарья Абасова, Александр Жирилеев, служба новостей «Армавира». В 13 лет армавирский мальчик Петр Макаренко обрел любящую семью. В 16 он восходящая звезда международного вокального конкурса «Ты супер». Бархатные тембры, прекрасные вокальные данные Петра восхитили именитой жюри. Теперь юный певец из Армавира во втором туре и намерен идти дальше. Лиза, не улетай, побудь со мной еще совсем немного. Лиза, как жаль, что расставание час уже так близко. Он 4 года как в нашей семье. И 2 года назад мы с ним в хуторе Первомайском начинал петь. Мы сами из хутора. А потом здесь студия «Зебра» Тимонин. И он у него занимается. Ребенок музыкальный, любит петь, занимается. И где-то какие-то конкурсы мы всегда участвуем. И вот в том году, когда первый был сезон «А ты супер», мы посмотрели и подумали тоже подать заявку. Но так как был 9 класс, мы побоялись, что все-таки выпускной, нужно заканчивать школу хорошо. И мы дождались от следующего сезона, второго. Написали анкету, видео отослали. И нас сразу отобрали. «Ты супер» – это творческий вокальный конкурс, в котором принимают участие талантливые ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. В том числе воспитывающиеся в замещающих семьях. Дома за Петра болеют все его 11 братьев и сестер. Мама, папа. Пусть и не родные по крови, но такие близкие люди. Мы очень все любим петь. Мама Натальи Апарина скоро вновь отправится в Москву, чтобы поддержать сына. Я не старалась показать ему, что я переживаю, потому что он сам переживал ужасно как. Но потом, когда все прошло, конечно, с меня уже тогда все... И я и плакала, и от радости, и от этого всего. Была очень рада, что мой ребенок прошел. Он единственный ребенок в семье у вас? Нет, у меня 12 детей. Один свой ребенок и 11 приемных. Кто-то еще поет из них? Поет еще одна у меня девочка, поет Анечка. Но мы еще пока думаем на следующий сезон. Петр хочет стать профессиональным артистом. У него нет музыкального образования, но он делает все, чтобы сбылась мечта. Сейчас у юного армавирца плотный график. Занятия в школе, уроки вокала, хореографии, встречи с именитыми звездами российской эстрады. На экранах федерального телеканала Петр Макаренко из армавирской семьи Опаренных. Выступит в середине марта во втором туре шоу проекта «Ты супер». К слову, конкуренцию ему составит яркая и талантливая. Зиновия Сверчкова также из армавира. Болеем и голосуем за наших. Бронза в копилке армавирских спортсменов. Обладателем награды всероссийского турнира стал Анатолий Ряполов. Юноша показал отличные результаты по прыжкам в длину и вошел в тройку сильнейших. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении 2018 проходил с 12 по 14 февраля в Москве. В соревнованиях принимали участие сотни спортсменов со всех регионов страны. В течение трех дней были разыграны 24 комплекта медалей. КОНЕЦ КОНЕЦ